чё за ним есть ки новость точили 7 за дичить узнал да он много что узнал неутешительные новости во первых первая новость он не тот за кого он себя выдает смысле он далеко не бандит кто же были такой сотрудник правоохранительных органов мент можно и так сказать и как быть и возник сложности и и очень даже большие сложности для че делать надо думать еще короче сегодня и завтра мы их опять не вытащим я попробую но я не обещаю понял хана поехал я спасибо что война связал же алла елисей здорово короче у меня есть одна идея я думаю то что вот этому ренату надо ну доложить насчет того чувака то что он мент просто одному мне как не очень комфортно на ульяновской нахожусь ульяновской 25 стоматология стоматология еще рядом там что находится а все понял все сейчас прям буквально через 10 буду ульяновской 25 стоматологии и алло аренат здорово это я макс слушай тут разговор есть надо встретиться поговорить но это очень это реально очень важно и это информация для тебя будет очень полезной ну кто ему дома все понял все давай а у тебя что там насчет мента этого никаких идей не появилось да есть пару людей в принципе но блин давайте встретимся с этим человеком я просто не уверен в своих скажем так идеях они самые крайние какие-то меры до конца все продумано давай сейчас встретимся но мне кажется он так и так придется в итоге на крайние меры пойти не хотелось бы не хотелось понятно против ментов еще эти это очень же мы же даже не знаем вообще его интересы здесь какие вообще в чем заключаются то есть он либо работает реально с ними и типа при этом он еще в ментовке поэтому он там что-то муть какие-то темы вообще у него за спиной так как она того это не касается а может он реально работает под прикрытием и хочет его слить поэтому хер узнает ребят хочу познакомиться своим другом стасом ему 22 года из 22 года он добился уже очень многого это одна тачка из его автопарка у него есть тачки гораздо круче например мазерати и поэтому эта тачка ему уже не нужно и заниматься продажей сам лично он не хочет поэтому эта тачка достанется одному из вас все что нужно сделать то что получить эту тачку просто подписаться на его телеграм-канал ссылка на который будет казано в описании под этим роликом переходите подписывайтесь и принимайте участие и если вдруг переживаете что вы невзучий и вы по-любому не выиграть эту тачку то может не расстраиваться потому что у нее будут так сказать утешительные призы еще четыре приза это два iphone xs max 1000 баксов и один получит sony playstation как видите тачка достаточно грязная связано с тем что она не автопроката это реально тачка его на которой он едет но ездили на недостаточно мало сейчас он вам объяснит почему и все подробнее расскажет друзья всем еще раз привет этот автомобиль достанется одному из подписчиков макса прямо в руки которые примут участие в моем розыгрыше в телеграм-канале эту тачку заказывал три месяца назад с америки так как я не дождался просто я уже не смог этого сделать я купил базарате теперь я езжу на ней эта тачка вы видите сами она просто охрененная я думаю это будет охрененнейшим крутым подарком вам на новый год так как я не хочу заниматься продажами возиться с этим тратить свое время я решил разыграть и среди вас тачка в идеальном состоянии 3 литра дизель 245 лошадиных сил на крутых девятнадцатых колесах с приятным салоном просто внешний вид вы сами знаете аудио всем это просто пушка не имеет значения сколько вам лет что хотите с ней делаете можете продать можете на ней ездить можете кому-то подарить это вообще не важно тачка просто огонь зверь всех обгоняет на дорогах будьте настоящими бандитами и конечно она привлекает внимание девочек розыгрыше будет проводиться максимально прозрачно и честно каждый сможет поучаствовать вы все будете видеть в прямом эфире я буду выбирать абсолютно рандомно то есть у каждого будут шансы и я думаю мы с максом не зря решили сделать вам такой охренительный новогодний подгон и да ребят еще помимо всех этих призов всего этого розыгрыша а в его телеграм канале будет один очень эпичный фрагмент из моего вот этого вот ролика я думаю вы по ходу ролик уже сами поймете какой-то момент просто сами понимаете назуру youtube и я просто не могу выкладывать такие моменты потому что меня иначе заблокируют поэтому переходите по ссылке в описании подписывайтесь и смотрите фрагмент а принимать участие в розыгрыше желаю вам удачи аринат я подъехал к тому дому удобно сейчас пару минут это здорово здорово чё став мало спасибо твоему другу на e-mail в прямом пацанов задержали и сейчас они в отделении сидят потому что твой друг оказался ментом ты ебанутый ты знал об этом то что момент момент и просто у нас два варианта либо ты знаешь что момент он сливать либо его к тебе специально запустили ну да подослали нет короче смотри пацаны не послушали но мне 7 рядом даже не было не решили за ним проследить вот и тут на дороге просто не стало ни сего их тормозит группа захвата то есть убегать спецназ всех скручат у них в багажнике автоматы задерживают тут его друга даже не тронули есть видео могу показать смотри момент вот видишь убегают по сути его даже не тронули причем сразу подбежали нашим взяли твоего даже не тронули блять у вас автомат ебаный урод там что как они узнали как они узнали обшуманали его до увидели как они узнали они выбежали сразу вязать наших начали блять висать и водяне блять плевом должны и бать и обыскать его все хуйню непонятно его даже не обыскивали и вообще не трогали тоже странно в общем уверен что он мент то есть ну видно же там то есть вот доказательства что то что он причастен к этому ко всему казаться блять а ничего они к нему даже блять не подходили и быть ну и чё ну ну блять если бы они были с ним и водяне там поздоровались были чё и быть просто спецназ там там не какая-то дорога там проезжать было просто какие-то может эти гибель они вообще не могли знать что пацаны там едут как вы блять в этих гибель них оказались за ними будет ли я вам говорил я вообще к нему не подходить вылетворить они просто решили ну про все блять наоборот делать я вам говорю одно рубля делать и другое ты за хуйня туда тут есть такой косяк и все косяк пацанов получится вытащить ну блять и как я вам помогут смысле ну поговорить там своим дружком или как с дружком то я блять поговорю и бать как вы думаете что он мне ответить и вать ну что он не мент естественно блять у тебя никаких связи нет еще блять похож на мусорского нет ну может в ментовке связи есть просто подвязки нет я не ебу как вытащить его эти проблемы ваши разбирайтесь ничем я тут не могу помочь ясно ладно ладно еще не узнаем отзвонимся понимаешь если ты работаешь с человеком очень долго ты по-любому не будешь в этого все верить во все плохое тебе кажется что ты его знаешь вот и все тогда есть только один варик сейчас встретимся как раз этим ментом давай так и сделаем подождем его и уже все с ним обсудим да вам попробуем по-хорошему просто а вот тачка она заведена то есть он либо только ушел либо он сейчас должен прийти это это не он какие другие чуваки но мы с ним сейчас не воевать собираемся а вон он идет 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 он тут посижу дать сидит прикроет я поговорю здарова насчет друзей стал поговорить то что это раздержали а где а ты знаешь где они да я тебе внимательно но хотел просить а чтоб отпустил наших друзей моих точнее а куда вы лезете я же вас предупреждал что безнаказанными не останетесь ну мы хотели узнать вообще что ты собираешь делать узнали ты же понимаешь что они ни хереньки не преступники тоже ничего не сделать такого может понимаю может не понимает мы в курсе что-то и менты и типа мы хотим просто как бы что выходить чтобы от нас отстали ну и все что хотели уже получили по моему нет но сейчас ты хочешь то есть вы чего хотели когда лезут я вас предупредил на этом месте вы зачем полезно зачем мне расскажите ну мы все поняли как вы чё все поняли но поздно уже вы поняли ребят и чё теперь будет время покажет в смысле время покажет они сидят в отделении просто не за что сейчас их за что за оружие там поверьте мне можно найти все что угодно у кого угодно когда угодно его сколько угодно но тебе же не мы нужны аренат это уже второй вопрос вы залезли туда куда не нужно лезть вы мешались под ногами вы пытались что-то выяснить вы чё-то хотели вы все получили вы все наши мы же не знали что ты мент так вас предупреждали русским языком вы куда лезли не могу понять так вот мы сами не знали куда мы лезем вот ими вот залезли теперь узнали вам нравится вы хотели сюда залезть нет теперь вот вот вас предупредили свои слова приходится отвечать теперь начало сейчас хотели чего так вот полиция до работа что просто вяжите в чуваков который ни при чем да 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 в пятницу да да все закроем да ну что я могу тебе сказать есть дела поважнее пятницу разберемся с основным делом а потом решим вашу нашу вашу я отправишься к ним они же твои друзья смысле прям ребят в отделении его тоже доставить к своим друзьям а ты что дверь закрыл все поехали и типа за что меня за то что просто машину сел шеф сказал мне делать весело что он скажет человек убить человек будет убивать работа для работы там делать наверное дела включая мозг они просто как псы на все подряд кидать нам говорят на основе открой машину я уйду скажешь ты сбежал а что-то отделение не в той стране их перевели что ли куда-то или меня в другое да просто пересядут че за мной поглядость и двери запер а да Стой! Летай! В тачку! Аааа, сука! Он меня прям в челюсть ударил! Жесть! Тварь! Что вообще произошло? Сказал, что к друзьям отправят меня. Менты, что ли, у них? Да! Газуй, газуй! Да они за нами ни за что не погонятся. В принципе, там... У меня просто без оружия были. Бля, он нормально мне попал. Да, видел. Ты заснял это? Да. Да. Просто, по сути, можно с этим кадром пойти так же в ментовку. Нет? Нет, ты что? А, то, что типа они придержания? Ты сам себя задашь, блядь. Тут уже статья. Здесь грязный, весь в чме. Нет. Они сказали, что они меня в отделении, короче, к пацанам отвезут. Но при этом ездили куда-то вообще в другую сторону. Не знаю, может их перевели, может меня в какое-то другое отделение. Я не знаю. Оторвались самое главное. Оторвались, а проблему-то мы не решили. Теперь точно вот с этой хуйней надо ехать к Ренату. Он мне рассказал, короче, про встречу. Ну, не про встречу, то есть в пятницу. Говорит то, что в пятницу будет, в пятницу задержание. Я не знаю, может встреча какая-то. Но я предполагаю, что встреча какая-то должна быть сделка и то, что там их повяжут. Ну, я так думаю. Ребят, мне придется заблюрить этот момент с ударом. Сотрудник мне по лицу. Сами понимаете, цензура YouTube. Поэтому вы сможете посмотреть этот кадр без блюра, без всего. Все, как оно есть. В Telegram канале, про который я уже вам говорил. Ссылка к нему будет указана первая же строчка в описании. Там вы все сможете посмотреть подробно. То есть, кто не верит, думает, что это постанова. Можете просто в слоумо, в замедленном действии посмотреть и убедиться, что реально меня чувак оттударил. Причем достаточно-таки сильно. В общем, ссылка в описании. Алло. Алло. Алло, Ринат, надо срочно поговорить. Мы опять, короче, подъехали. А, можешь выйти? Просто на телефон разговор. Давай, я с другой стороны дома, если что. Сейчас он должен поверить. Сейчас я думаю, он точно поверит. Ну, если не поверит, то все, мы уже все пытались сделать, все могли. Поэтому, ну, пусть едет на свою сделку и пусть его сажают. И мы уже ничему не поможем. Второй еще раз. Короче. А теперь уже 100% инфа. Он мент. Блядь, ты заебал уже в натуре, блядь. Нет, я тебе серьезно говорю. У тебя могут быть очень большие проблемы, то что реально его к себе подослали. И реально он заинтересован конкретно тобой. Слышь. Блядь, отъебись, пожалуйста. Не звони мне, блядь. Подожди, он меня тоже в тачку посадил и увез к ним. Я еле свалил оттуда. Блядь, ты нет бы, блядь, разбираться, блядь, с пацанами и байкак, блядь, вытащить. Ты занимаешься хуйней, блядь, какой ты. Отъебись, пожалуйста. Не звони мне, нахуй. Все, блядь, отъебись. У тебя встречи в пятницу. Сделку у тебя в пятницу. Есть такое? На которое тебя и задержат. Что там, оружие передаете или что? Я точно не знаю, но на этой встрече тебя как раз и повяжут. Ты откуда в этом узнал? От него и узнал. Я говорю, я с ним виделся. Он это говорил не мне, а говорил другим людям. Мы, по сути, просто у него путаемся под ногами. Поэтому он забрал пацанов и хотел туда. То есть мы ему вообще, по сути, нахер не нужны. Смотри, если он не подставной мент, откуда я знаю про вашу встречу в пятницу, кто расстоится? Откуда я знаю, что тебя повяжут? А тебя, поверь мне, там повяжут. Делай выводы. Да, пиздец. Пиздец. Теперь у нас проблемы. У нас? У нас. Голову включи. Ты же тоже в это влез. Субтитры сделал DimaTorzok